здравствуйте друзья вы смотрите канал mbs электроникс с вами я олег это очередное видео из серии все настройки программы simplify 3d прошлый раз мы рассмотрели вкладки температура охлаждение и скорости а сегодня продолжаем как вы возможно заметили я рассказываю о вкладках с настройками печати не совсем в порядке их следования а в порядке их важности как мне кажется и частоты использования давайте сегодня начнем со вкладки advanced это самая последняя вкладка в этом окне здесь есть важные и интересные настройки например настройки layer modifications эти параметры как раз позволяют реализовать одну из главных фишек simplify 3d а именно разбить нашу модель на участке по высоте и эти участки печатать с разными настройками например с разной высотой слоя все это делается с помощью только двух настроек которые называются start printing it и stop printing it что означает начать печать с высоты такой-то и остановить печать на высоте такой-то здесь имеется в виду начать и остановить печать именно данным редактируемым процессом при желании вы можете сами вручную поставить эти галочки и здесь справа в соответствующих полях установить нужную высоту в миллиметрах однако разработчики simplify 3d позаботились о нашем с вами удобстве и добавили в свою программу специальный очень удобный мастер упрощающий процесс разбиения детали на участке которая потом можно будет напечатать с разными настройками и сейчас на простом примере я покажу как настроить печать модели с разной высотой слоя пусть у нас есть процесс вот этот с которым мы сейчас работаем текущий процесс и эти вот галочки layer modifications у нас не установлены предположим я хочу напечатать вот эту замечательную статуэтку манеки неко манеки неко это очень популярная в японии легендарная кошка которая приносит богатство и удачу каждый уважающий себя 3d печатник должен непременно напечатать себе статуэтку манеки неко давайте представим что нам нужно напечатать нижнюю часть статуэтки где-то вот до головы кошки с высотой слоя 0,2 миллиметра от того места где начинается голова манеки неко мы хотим продолжить печать с большим разрешением с высотой слоя 0,1 миллиметра в списке процессов печати вот здесь слева внизу у нас имеется один-единственный процесс с которым мы пока что и работаем называется он у нас процесс 1 для того чтобы запустить мастер разбиение модели на участке откроем меню tools или инструменты и выбираем пункт variable settings wizard открывается окно этого мастера или инструмента вот такое окно верхней его части можно выбрать рабочий процесс если у нас их больше одного и сейчас нам нужно определить высоту участок где будет происходить смена настроек печати я решил что это будет место где начинается голова манеки неко вот здесь можно установить высоту с точностью до 1 сотой миллиметра пусть это будет 26 целых 97 сотых миллиметра начиная с этой высоты модель будет печататься слоем 01 для того чтобы сохранить точку разделения нажимаем кнопку add location в списке появляется наша высота 26.97 так можно добавить несколько точек столько сколько вам нужно для завершения мастера нажимаем сплит процесс разделить процесс после нажатия на кнопку у нас в списке процессов появляется два вместо одного мастер создал два процесса которые называются процесс 1-1 и процесс 1-2 два новых процесса являются практически полной копией исходного процесс 1 за небольшим важным исключением зайдем на вкладку advanced процесса 1-1 видим что здесь автоматически установилась галочка и проставлена наша высота 26 и 97 процесс прекратить свою работу на высоте 26 и 97 теперь откроем второй процесс это же перейдем на вкладку advanced мы видим что у этого процесса поставлена галочка начала печати на какой-то высоте и это высота автоматически установлена 26 и 97 но пока еще в остальном в самих настройках печати оба этих процесса совершенно одинаковы нам осталось настроить параметры процессов под наши задачи и так этот процесс будет задействован с этой высоты давайте зайдем во вкладку layer то есть слой и установим высоту 0,1 миллиметра после этого нажмем кнопку update профиль чтобы сохранить изменения выходим из настроек нажимая ok давайте проконтролируем наш первый процесс который будет печататься первым видим что все хорошо у нас высота слоя осталось 02 хорошо давайте нажмем кнопку prepare to print то есть запустим слайсинг появляется дополнительное окно поскольку у нас не один процесс а два здесь нужно выбрать оба процесса нажав на кнопку select all и дальше нажать на кнопочку ok наша модель подготовлена к печати видим что у меня включены элементы поддержки для печати этой киски давайте увеличим масштаб отображения нашей детали отлично видно границу с которой начинает работать второй процесс здесь у нас идет печать с высотой слоя 02 а вот с этой точки начинается печать высотой слоя 01 и до конца печати конечно же менять вы можете не только высоту слоя а вообще любые настройки печати то есть разные участки модели можно напечатать совершенно разными настройками и это конечно офигенно круто давайте исследуем оставшиеся настройки на вкладке advanced группа настроек поведение при печати тонких стенок тип внешних тонких стенок здесь две опции печать только периметров и разрешить стенки с одиночной экструзией проще всего объяснить работу этого параметра на примере специально для этого примера я создал solidworks вот такую гипотетическую модель представим себе что мы хотим каким-то образом ее напечатать но есть одна проблема как видим у этой модели есть множество вот таких вертикально стоящих лопастей толщина каждой из лопастей 0,25 миллиметра проблема в том что в данный момент на моем 3d принтере установлена сопла с диаметром 0,3 как известно 3d принтер не в состоянии напечатать детали толщина которых меньше чем диаметр сопла вернее в терминах simplify 3d толщины экструзии настройка о которой идет речь у нас стоит по умолчанию периметр с он ли давайте попробуем отслайсить модель с такими настройками нажимаем prepare to print и видим что лопасти у нас программа исключила из печати их невозможно напечатать с правильными размерами потому что толщина их меньше чем диаметр сопла но предположим я все-таки хочу их как-то напечатать пусть их толщина реальная будет больше чем та которая задана в модели давайте вернемся к этой настройки на вкладке advanced и поставим вторую опцию allow single экстружен волос нажмем ok и prepare to print теперь эти штуки все-таки напечатаются но толщина их будет равна одной ширине экструзии то есть вместо 0.25 как в модели они будут напечатаны с толщиной 0.3 ну или по крайней мере принтер хотя бы попытается их напечатать вот в этом состоит смысл данной настройки следующая здесь настроечка это internal sin wall type фактически это настройка печати заполнения тонких стенок здесь есть три опции опять же только периметры дальше allow single экстружен фил то есть позволит заполнение с единичной шириной экструзии и третий вариант заполнения тонких стенок это gap фил это как раз то что используется по умолчанию то есть заполнение промежутков ну давайте опять посмотрим на примере предположим что у нашего принтера сопло 04 и нужно нам напечатать вот такую деталь толщина вот этой вертикальной пластины одна целая четыре десятых миллиметра ну давайте посчитаем на печать периметра у нас уйдет 0,8 миллиметра то есть 04 умножить на 2 и остается промежуток между стенками толщиной 0 6 который принтер должен каким-то образом заполнить то есть в расстояние 0 6 не укладывается целое число линий толщиной 04 данный параметр как раз и позволяет сказать слайсеру что делать в такой ситуации давайте выберем тот вариант который обычно стоит по умолчанию то есть заполнять промежутки нажимаем prepare to print и видим что получилось в общем то это обычная знакомая картина так слайсер всегда поступает по умолчанию заполняет промежуток вот такой змейкой давайте вернемся в настройки и поменяем на периметр с он ли здесь слайсер не создает вот эту змейку заполнения он просто печатает вот такие концентрические полоски только периметры третий вариант заставляет слайсер попробовать заполнить промежуток одной единственной линии в этом случае принтер попытается заполнить промежуток одной линии с повышенной толщиной экструзии если позволит сопла то при печати этой центральной линии принтер попробует выдавить больше пластика думаю что это очень полезные настройки при печати тонких стенок нужно попробовать их по применять следующий блок параметров это настройка как раз вот этой одиночной экструзии о которой мы только что говорили относительно предыдущих параметров минимальная длина экструзии если ожидаемая длина линии меньше этого значения то она печататься не будет минимальная ширина печати сегмента в данном случае по умолчанию стоит 50 процентов если ожидаемая толщина элемента будет меньше 50 процентов от номинала от установленной ширины экструзии то такой сегмент печататься не будет то же самое только максимальная ширина печати если ожидаемая ширина будет 200 процентов и больше то наверное можно проложить две линии с номинальной шириной. End Point Extension Distance. Дополнительное расстояние для конечных точек. На это расстояние удлиняется каждый вот такой элемент одиночной экструзии. Это делается для улучшения их связи или сцепления с остальной моделью. Следующая группа настроек это УЗ Control Behavior. Вообще УЗ переводится как Тина. Под этой Тиной здесь подразумеваются такие неприятные волоски из пластика, которые могут оставаться на поверхности детали. В основном здесь собраны дополнительные настройки ретракта, то есть обратного втягивания пластика в экструдер. Наверное более логично было бы назвать эту группу настроек Retract Control. Ну хорошо, пусть будет Тина, нам в общем-то все равно. Only Retract when crossing open spaces. Производить втягивание только тогда, когда головка пересекает свободное пространство. Force Retraction Between Layers. Принудительно делать ретракт, когда принтер переходит к следующему слою печати. Minimum Travel for Retraction. Минимальное расстояние для ретракта. По умолчанию эта галочка снята. Если эту галочку установить, то втягивание пластика будет производиться только в том случае, если ожидаемое холостое перемещение будет больше установленного значения. Perform Retraction During Wipe Movement. Про Wipe Movement мы с вами уже говорили во время обзора других вкладок с настройками. Это движение экструдера в конце печати линии, когда подача пластика принудительно не производится, а печать идет как бы по инерции. Вот пластик выдавливается еще по инерции. Для таких перемещений можно еще и включить втягивание пластика принудительное, вот этой галочкой. Иногда это может быть полезно для улучшения качества поверхности печати, например, вот таких цилиндров. Для уменьшения таких характерных пупырышек или волосков. Это вот как раз и есть та тина или уз. Only Wipe Extruder for Outer Most Perimeters. Можно перевести дословно как опустошать экструдер только во время печати самых внешних периметров. Как раз о чем я сейчас говорил в примере с цилиндром, на внешний вид в основном влияет вот этот самый внешний периметр. Movement Behavior или поведение при перемещении. Здесь можно установить галочку Avoid Crossing Outline for Travel Movements. Предотвращать пересечение контура деталей при перемещениях. Если поставить эту галочку, то все перемещения будут создаваться таким образом, чтобы предотвратить пересечение головкой контура модели. Никогда не использовал эту настройку, пока что мне непонятно, зачем это нужно. И последняя здесь группа настроек это Slicing Behavior, то есть настройка дополнительных параметров поведения слайсера. Первый параметр здесь Non Manifold Segments. Этот параметр относится к тому случаю, когда мы пытаемся напечатать модель, в сетке которой есть какие-то недостатки или косяки. В данном случае не сходящиеся, не замкнутые сегменты. И здесь можно выбрать, что с такими сегментами делать. Можно выбрать или починить, вылечить, то есть heal, как по умолчанию, или можно их discard, то есть выбросить. Галочка Merge All Outlines into a Single Solid Model. Если я правильно понял, это относится к тому случаю, если в модели есть не замкнутые поверхности. Если установить эту галочку, то слайсер попытается сшить все эти поверхности в единое целостное тело, пригодное для печати. Почему-то по умолчанию эта галочка не установлена. Может быть как раз в этом кроется причина того, что многие 3D модели, скачанные из интернета и фактически являющиеся дефектными, как-то нормально печатаются из других программ, а в Simplify 3D печатаются некорректно. Наверное, нужно попробовать всегда устанавливать эту галочку. На этом я закончу сегодняшний ролик по Simplify 3D. В следующем видео по этой теме мы с вами продолжим изучать эту замечательную программу. Напомню, что вы можете подписаться на канал MBS Electronics, чтобы не пропустить обновлений. С вами был Олег, до свидания, друзья, всех благ! Субтитры подогнал «Симон»!